Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня я снимаю видео, как кот будет управлять моими покупками. Поздоровайтесь, это Эвил Бенгальский кот. Также знакомый вам по кличке Пафосно Китса. Я кашечка гламур. Мур-мур-мур-мур. А-ха-ха-ай! Она кусается! В том году я уже снимала серию высокоинтеллектуальных видео. Кот управляет моим макияжем, собака управляет моим макияжем. А в этом году, глядя на тренды ютуба, глядя на то, что сейчас очень популярно, я заметила, что люди снимают такие видео, как «Покупаю все, что могу унести», «Покупаю все, что нарисует кто-то там». И я подумала, а чем животные, собственно, хуже? Поэтому в этом видео мой кот будет управлять моими покупками. Давайте, если мы наберем на этом видео 35 тысяч пальчиков вверх, то моя собака будет управлять моими покупками. Перед моей кицей я буду выкладывать несколько рандомных предметов. И каждому из этих предметов подкладывать кошачью вкусняшку. Ту картинку, к которой она подойдет самой первой, я пойду и буду покупать. Там будут присутствовать как всевозможные кошачьи ништяки, так и всякая просто откровенная хламина. И, конечно же, классные вещи для меня. Давайте же посмотрим, что моя пафосная кица для меня навыбирает. Ах, да. Меня, кстати, Лиса зовут. Ну, что сказать. Пафосная кица навыбирала странных вещей, таких как соль. Ничего не остается, приехали в торговый центр в поисках соли. Звучит странно. Пойдем. Кто-нибудь вообще знает, зачем кошке соль? Вот какие у вас предположения? Зачем кошке понадобилась соль? Я не знаю. Вообще без понятия. А вы не подскажете, а где соль? Здрасте. Никто не знает, где соль. А, все, вижу, где специи. Спасибо. Зачем соль, если мы пришли прямо сюда? Если тут есть дошрак. Это что такое? Что за дядька? Не знаю, что это за дядька. Пусть тут стоит, дядька. А вот и соль. Я нашла это. Наконец-то моя кицка будет довольна. Моя маленькая кошечка. Так хотела соль. Наконец-то она у нее будет. По карте, да. Комарфан сожрает? Не, спасибо. Только соль. 66 рублей, пожалуйста. Спасибо. Почему все так ржали в магазине? Я не понимаю. Кто-нибудь может мне объяснить? Почему надо мной даже котир смеялась? Ну, подумаешь, что за солью пришел. Они не знают, что это соль для кота. Смотри, что у меня для тебя есть. Смотри, что у меня для тебя есть. Ты же соль хотел. Ты же соль хотел. На. Это твоя соль. Что ты будешь с ней делать? Ты будешь сгонять сатану? Ну, ты же и есть сатана. Вот твоя соль. Осваивай. По-моему, он сломался. Мне кажется, ты сделал глупый выбор, да? Тебе не нужна была соль. Ладно. Ну, теперь она у тебя есть. Положу ее в твою обитель зла. А кот все еще сломанный. Серьги, комада, любая футболка белого цвета, кабачок и кошачья игрушка-мышка. Кофе с накидцей уже тут. Зачем же она будет охотиться в этот раз? Ура! Он выбрал мышку. Мы пойдем покупать котику игрушку новую. Наконец-то. Наконец-то у кота будет новая игрушка. Кошачья игрушка-мышь. Не поверите, но совсем недавно я думала, что моему коту нужно купить новых игрушек. И да, он сам себе выбрал вот эту вот мышку. Ну, у него был такой зайчик. Сейчас нам нужна мышка. Пока я вижу только такую мышку. О, вот и игрушечки. Да, вот и мышки, которые котику возьмем. Отлично. Ее и буду брать. Отлично. Эвик, смотри, что у меня для тебя есть, Эвил. Смотри, что у меня для тебя есть. Это же двойные новые игрушки. Иди сюда. Давай мы тебе их отдадим. Смотри, какая у тебя мышка есть. Смотри. Ой, она пищит. Я не понимаю, почему этот кот выбирает вещи, которые мы потом не уперлись. Он просто стоит и наблюдает за ними. И наплевать ему на все. Совсем не интересно тебе, да? Он просто сидит и пахвачничает. Что ты будешь выбирать из этого списка, кот? Ух, он еще не съел. Подожди. О, нет. О, другой кофе. Эх, Эвик, как близко ты был к туалетной бумаге. А мог бы, между прочим, новый лоточек себе подобрать. Ты мог бы подобрать себе новый лоток. Это определенно мой кот. Кот-кофепитель. Пафосная кица была бы не столь пафосная кица, если бы пафосная не предложила мне выпить кофе. Нет, вы представляете, насколько вообще этот кот умен. Потому что он выбрал из всего того, что там было, именно кофе. Мне, пожалуйста, американо с малиновым сиропом средний. А еще я сегодня лиса. Ну, спасибо, что хотя бы не лиса. Деревья там, все дела, зелень. Ну что ж, я взяла свой кофе. Теперь у меня есть напыточек. Кстати, я взяла себе американо с малиновым сиропом. Главное не разбрызгаться, не разбрызгайте. Осторожно. Обожаю. Американо с малиновым сиропом. Каждый раз, когда заказываю, все думают, что это какое-то извращение. Ну, что поделать? Мне главное нравится. И кот посоветовал лисе пить кофе. Послушаемся мудрого кота. Кстати говоря, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочка на него я оставлю вам в описании. А также прикрепленный комментарий. Потому что совсем скоро в моем инстаграме будет проходить нечто очень-очень интересное. Такой маленький спойлер. Можно проверить свою удачу и узнать, кто выиграет деньги. Деньжата. Подписывайтесь на мой инстаграм. Следите за моими стори, за моими обновлениями. И участвуйте в деньгах. Китца, а что ты делаешь? А что ты пафосно? Услышала про деньги и сразу пафосичит. Ох, шалунья. Но он знал, он знал, куда идти. За вкусняшкой сразу пошел. Что ж, Китца, захотела покушать теперь так же и она. Правильный выбор. Это вам уже, извините, не соль, как в самом начале. Что ж, пойдемте в зоомагазин покупать Китцке какую-то вот такую вот сладость кошачью. Кстати, если у вас есть домашние животные, обязательно напишите, кто у вас из домашних животных, как его зовут, какого это существо пола и что это вообще за существо. Это пафосно Китцка или может быть это пёсик Барбос? Ну или еще кто-то. А вот собственные лакомства есть большая упаковка и маленькая упаковка. Ну я думаю, какую взять, большую ему, да, чтобы много лакомств было. Ну ладно, тогда прям большую упаковку. Еще Эвил выбрал себе вкусняшки. Надеюсь, что вкусняшки придут всем по вкусу. Ой, что это ты тут себе выбрала, Киска? Иди сюда, пафосница. О, ну да, да, конечно, это уже нам интересно. Ой, как это нам вкусно. На, прожорливое животное, кушай вкусно. А чтобы это съесть, нужно потрудиться. Нет, ты должен потрудиться, но хотя бы каплю потрудись. Господи, эта кошка супер пафосная, ему даже лень голову поднять. Давай, потрудись немножко, потрудись. Ну что ж ты такой ленивый-то? Молодец, молодец, хоть что-то полезное сделал, держи, кушай. Что сказать, Киска решила, что мне нужен фобо. Супом фобо ранним утром дела обстоят не очень хорошо. Не уверена, что я хочу его сейчас есть, но Киска решила, что должна свой завтрак я начать с супа фобо. Поэтому пойдемте закажем, что нам еще остается. Здрасте, мне фобо, пожалуйста. Блин, вы посмотрите, какой он маленький. Это самый маленький суп из всего, что я когда-либо ела. Почему у него такой крошечный размер? Это реально как будто суп для кота делается. Посмотрите на его размер. Что это такое? Что так мало тут всего? Ну ладно, попробую, может он вкусный будет? Ну, скажем так, от фобо здесь только название. Это больше похоже на куриный бульон просто с говядинкой, если честно. Ну ладно. Киска сказала, что мы должны есть фобо, а в этом месте есть только такое фобо, поэтому я надеюсь, кошка что-то рада. Очень странная история. Нет, реально больше похоже на обычный суп с лапшой на курином бульоне, чем на фобо. Почему это вообще фобо называется? Знаете, я сейчас испытываю такое чувство разочарования от того, что я ем невкусную еду. Что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось, я надеюсь, что это видео моей кицы понравилось. На самом деле это самец. И всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. До новых встреч. Ну, кица на Никс, а раз кица говорит...